Валя Карнавал взбесила своего продюсера, что он такого сделал на публике? Юля Гаврилина и Даня Милохин начали примирение? Эксайл снял пародию на Сова Пацана, Егорик хочет вернуть общение с Владом А4, а за Ми и Убойку начали выступать двойники. Всем привет, и это канал Ублогер. И сейчас мы наше самое свежее новость о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет толще! Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся. Всё поудобнее и погнали! Немного доброты в этот мир принесла Клава Кока. На днях с певицей связались с просьбой исполнить мечту своего преданного фаната с особенностями. Мальчик по имени Женя является слабовидящим от рождения и хотел когда-нибудь вживую встретиться с кумиром. А чем-то нереальным казалось петь дуэтом с ней на сцене, ведь он давно занимается вокалом и любит все её песни. Клава согласилась на такой экспириенс, что получилось сделать на одной из молодёжных премий. Причём у парня хороший голос и выглядел номер очень достойно. Мень сегодня мой, новый день, как новый шанс, что зацепиться за мечту. Я стану сильнее, лишь набираю высоту. От всего негативного в жизни хочет избавиться Егорик. Как вы помните, ещё с 2020 года у них с Владом А4 тянется конфликт, который спровоцировал его на уход из команды. Что именно произошло, до сих пор никто точно не знает, кроме самих парней. Но Егорик хотел бы поговорить лично с Бумагой, возможно, извиниться и вновь начать общаться. Хотела ли бы ты когда-нибудь восстановить общение с Владом Бумагой? Ну да, наверное, да. Наверное, думает, что я вообще чертила, потому что в его глазах я просто типа свалил. Вот, но на самом деле всё не так и всё гораздо, гораздо сложнее. Чтобы разобраться в этом конфликте, надо типа экспертизу прям провести. С теплом отношусь к этому всему и нужно просто встретиться, поговорить и всё будет, я уверен, клёво. Поэтому я за. Те, кто смотрел реалити Кати Адушкиной, видели, какой спектр эмоций она там переживала и сколько жизненных выводов для себя сделала. Одной из основных линий стала демонстрация её желания быть всегда стальной леди, которая без эмоций идёт только вперёд. Но это оказалось лишь образ для публики, который периодически ломался, что натолкнуло артистку на создание нового трека со смыслом. Она опубликовала отрывок композиции под названием «Сильные девочки». В моменте создала новую песню и участница хайп-хауса Соня Слипи. Ей же захотелось хайпануть на трендах, а сейчас самым обсуждаемым является сериал «Слово пацана», после просмотра которого получились такие строчки, наложенные на бит. Слово пацана вдохновил Эйксайла, но он решил сделать на эту тему новый ролик. 8 месяцев назад вместе с парнями из квада и другими приглашёнными стримерами, они снимали короткометражки за 24 часа. Было две команды, каждая из которых представила очень даже достойные мини-фильмы. А в конце друзья оценивали их в отдельно снятом зале в кинотеатре. Точно такой же они снимали вчера и тематикой взяли как раз ту самую атмосферу СССР в 80-х и 90-х, что показывается в сериале. Илья пообещал, что помимо блогеров будут и какие-то известные профактеры. Пока есть только небольшой бэкстейдж с застольем в советской квартире. Вангую, что в кадре будет конфликт и драка, но все подробности узнаем после премьеры. Интернет облетела новость о смерти довольно популярного молодого ютуб-блогера Никиты Васина. Я лично о нём узнал впервые, но на канал парня подписано почти полмиллиона человек. Снимал он контент немного странноватый, рассказывая какие-то смешные моменты о мультиках с закадровой озвучкой. Но ролики собирали приличный просмотров, хотя последний вышел аж три месяца назад. Видимо, канал Никита решил забросить. А вчера на его квартиру подругой была экстренно вызвана скорая помощь, где он находился без сознания. Парень, к сожалению, скончался в реанимации, врачи не смогли откачать, состояние было критическим. После небольших обысков и анализов выяснилось, что умер от передозировки запрещенными веществами. В квартире нашли большую дозу ЛСД, от которой впоследствии стало плохо и девушке. Блогеру на минуточку было 22 года, жизнь только начиналась. Но он сам выбрал себе такую дорожку, которая свела его прямиком в могилу. На днях многим стримерам и блогерам в личку пришло большое письмо от Лиги Безопасного Интернета, который, как вы знаете, руководит Екатерина Мизулина. Его содержанием и посылом решил прямо на стриме со зрителями поделиться братишкин. Личным Вову приглашали посетить офис для экскурсии и разговора на острые темы, касающиеся молодежи, а также обсуждение различных политических и пропагандистских повесток. Вам с предложением посетить организацию Лиги Безопасного Интернета для обсуждения важных вопросов с контентом, рекламой, цензурой, сейчас, внимание, патриотизмом к России и другими актуальными темами. Я чё, урок о важном или что? Я не понимаю. Я видел, как там все обосранные выезжают. Я туда не поеду сам своими руками. Но забавно, что сама Екатерина не в курсе, что такие письма вообще рассылались. Она заявила, что кто-то над всеми подшутил и от их лица отправил сообщение с левого адреса. Возможно, это и правда, только смутил вот этот как будто бы стёбный смайлик. Хотя брать ей тоже нет смысла, Екатерина могла вообще ничего не комментировать. В начале сентября этого года мы с вами узнали об измене Милохина Юлия, подробности, которые они сами по чуть-чуть сливали в сеть. Даня делал это на стримах с улыбкой, заявляя, что вот он такой и вряд ли когда-то изменится. Мисс Гаврилина ждала откровенное интервью, где рассказала, как ей было больно из-за его поступка. Когда тебя предаёт самый близкий тебе человек, когда тебя изменяет, это больно. Когда ты перестаёшь чувствовать себя сексуальной, интересной. Той самой девушкой, которая заслуживает любви, ласки и заботы. После всего сказанного находились люди, которые шутили, что она через пару месяцев его простит. Сейчас же это уже не кажется чем-то странным. Юля всё это время была подписана на Даню во всех соцсетях, хотя продолжать следить за человеком после такого странновато. Но хотя бы не лайкала его посты, а вчера это сделала впервые за три месяца. Связано ли это с желанием просто дружить и общаться? Может понравились фотки, либо она хочет вернуть всё обратно, никто понять не может. Сам же факт банального лайка человеку, который причинил тебе столько боли, вызвал у аудитории негодование, что Юля себя не ценит. Выдвигают даже теории, что это некая психологическая зависимость. И если мы по итогу увидим, что они вновь сойдутся, такое реально может бесконечно продолжаться по кругу. В эти выходные состоялась ежегодная премия-концерт «Песня года», основным костяком которой вновь выступили блогеры и молодые артисты. Оттуда всплыло пару интересных моментов, которые стоит обсудить. Я уже вам как-то рассказывал, что Мия Бойко родилась в многодетной семье из пяти человек, четверо из которых сёстры. Они очень похожи, несмотря на разницу в возрасте. Таким составом девочки впервые приехали поддержать Мию на выступление, и даже вышли все вместе на сцену, чтобы хором спеть акапелло «Народные песни». Но это было в середине концерта, а в самом начале Мисс Бойко сильно опоздала из-за московских пробок и не могла выйти на общую песню «Открытие». Благо её заменили двойником с сестрой, которая просто надела парик и одежду. Никто не заметил подмену, если бы она не сообщила об этом журналистам. Среди выступающих была и Валя Карнавал, которая в тот день максимально заряжена отплясывала на репетициях. Правда, немного не рассчитала свои возможности и подготовку к таким скаканиям. Уйдя в гримёрку, её нога начала сильно болеть, бандитка еле передвигалась, а там необходимо было выходить на сцену на каблуках. В итоге для записи телевизионных заставок Валю на руках выносил водитель Саша, а потом также забирал оттуда обратно. За кулисами Карнавал ещё успела поконфликтовать со своим продюсером Заиром. Девочки из подтанцовки случайно стали свидетелями сцены, как он разъярённый выскочил из гримёрки. И вот эту табличку Вали со стены зачем-то содрал и после выкинул в мусорку. Короче, в конце, Вали же вообще ушла из хэпхауса, вот, и в конце выступления всего мероприятия Заир подходит, чисто просто задирает надпись Валя Карнавал со стены, орёт и просто выкидывает её в мусорку Заир. Что именно произошло, никто не знает, за закрытые двери не лезли и не подслушивали. Но скорее всего это была банальная бытовая ссора из разряда недопониманий, которые они уже уладили. Ведь на следующий день Заир запостил фотку с Валей, поэтому вряд ли сейчас они не общаются или таят какую-то обиду. Хотя, кто его знает. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.